Сдачу нормативов ГТО организаторы называют скромно «лыжный праздник». Именно с него начинается новый спортивный год. Для тех, кто решил приобщиться ко всероссийскому движению, почти 500 жителей Одинцовского района вышли на лыжный старт, чтобы сдать первый норматив ГТО. 6-8 лет – первая ступень. С 6 лет уже можно вступать в ряды и заниматься спортом. Стать участником лыжных забегов можно было по предварительной регистрации. Каждому, кто желал сдать спортивные нормативы по своему возрасту, необходимо было получить личный номер на едином портале gto.ru. Просто нельзя прийти, нужно обязательно предварительно зарегистрироваться на сайте ГТО, получить 11-значный номер, подать заявку в центр ГТО на почту со справкой от врача о допуске к занятиям физической культуры. На дистанцию ребята и взрослые отправлялись по сигналу судейской бригады и заместители руководителя администрации по спорту Евгения Серегина на финиш приходили уставшие и довольные. Многие решились на участие, чтобы испытать свои силы. Ох, я не ожидала, что я так смогу. Я просто был рад за себя, честно. Я просто, не знаю, у меня большая радость, очень рад. Какую дистанцию ты ехал? Один километр. Сложно было, смотрю, ты сильно встал. Ну да, очень сложно, там были некоторые трудности. При взрыворотах я один раз упал. Вот когда проезжаешь финишную черту, вообще ужасно, потому что уже дыхание сбилось очень сильно и тяжело дышать в конце. И Настя говорит, как будто мы из бани вышли, все лицо красное. Первая норма ГТО была сдана позапрошлом году, но, к сожалению, не наградили. Сейчас на что-то рассчитываешь? Да, хотя бы на серебро, а там далее посмотрим. Сдача норматива в ГТО предполагает 9 дисциплин. Помимо бега на лыжах, это плавание, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, метание мяча. Следующий этап состоится весной и будет посвящен легкоатлетическим дисциплинам.